здравствуйте я расскажу вам как проходить профориентационные тестирования на нашем сайте для начала необходимо авторизоваться то есть ввести свой логин и пароль которые вы создали при регистрации некоторым из вас пришлось входить в папку спам чтобы найти свое письмо пожалуйста это письмо исключите из папки спам если у вас будут малейшие трудности обращайтесь ко мне вот он я онлайн консультант вам нужно только лишь представиться и указать адрес своей почты если меня не будет в этот момент на сайте что бывает редко я отвечу вам также по почте итак авторизация мы находимся в личном кабинете в котором пока нет этого курса проф тестирования необходимо открыть проекты и найти профориентации после этого вам предлагается записаться на этот курс запишемся все мы находимся в этом проекте профориентационное тестирование вот наш путь по которому мы сейчас находимся это называется хлебные крошки данном проекте всего пять тестов все эти тесты проходить не обязательно вы сами выбираете то что вам ближе всего мы бережем ваше время хотя четвертый тест он состоит из одного задания тест творческого потенциала если вас это не интересует вы можете это не проходить и так как здесь выбирается тест из того что ближе к вам к вашей натуре к вашим увлечениям к вашим склонностям выбираете тест например вы интересуетесь техникой выбираете и читаете о чем тут идет речь о каких профессиях вам предлагается начать тестирование вы видите текст вопроса на которые предлагается дать ответы например выбираете чтобы вы предпочли ухаживать за животными или обслуживать машины и приборы то есть все очень просто выбираете то что вам ближе всего я сейчас что-то специально пропущу и попытаюсь закончить попытку видите неполный ответ а значит надежность этого теста будет невысокая ответьте на все вопросы вот не пропускайте ничего и тогда прогноз будет точнее это прогноз это не стопроцентная гарантия отправить все и завершить тест данном случае получился средний уровень выраженности профессиональных склонностей и видно почему видно почему от чего это происходит ну и описание для каких условий труда это есть вот здесь есть трудность что делать дальше вы получили прошли тест куда идти тут есть три варианта первый вариант вы переходите просто к следующему человек человек а вот здесь вы можете перейти на выборочный тест например вас не интересует человек человек а интересует человек художественный образ вот так делается навигация это первый прием там тоже тест и вы начинаете тест не проходите но это не не единственный вариант кроме того с правой стороны вы видите все вот эти вот тесты по группам распределенные второй вариант и наконец вы можете подняться вверх вот по этим хлебным крошкам вот этот путеводитель зайти снова в профтестирование и снова окажетесь на главной странице где увидите вот эти галочки что тест пройден и можете выбирать все остальные варианты чем больше пройдете тем больше надежность где смотреть результаты вот они их можно посмотреть здесь или вот здесь это тоже самое например в новой вкладке открыть и вы увидите свои проценты и того не смотрите это ни о чем не говорит потому что вы не все проходите но вот здесь вот 75 процентов человек техника вот ваш прогноз по технике вы прогноз получили не сто процентов по средний уровень значит можно его повысить при желании все это можно управлять если вы будете стараться наращивать вот эти компетенции и по другим профессиям вот пожалуй все если вам что-то непонятно посмотрите этот ролик еще раз или задайте вопрос вот сюда онлайн консультант желаю вам всего доброго